Давайте по порядку. Я сразу, забегая наперед, скажу, что всего я не смогу разъяснить, потому что спектр действия ее столь масштабен, что уйдет на это, может быть, не один час. Но какие-то самые основные вещи по порядку. Первое. Система органов кроветворения и сердечно-сосудистая система. Все, что связано с восстановлением после такой симптоматики, как железодефицит на неме. Если вам когда-либо ставили подобные вещи, то, знаете, в первую очередь это присутствие кровососущих паразитов, это нагрузка на сосудистую систему, это программа, которая должна уже быть после паразитарной санации. То есть сначала мы убираем паразитов, потом уже кормим организм спрулиной. Спрулина будет хорошо восстанавливать сосуды, будет улучшать микроциркуляцию в мелких сосудах. Это благодаря витамину ПП или никотиновой кислоте, которая содержится в хорошей концентрации в составе спирулины, будет восстанавливаться хорошо гемоглобин крови. Это тот пигмент, который насыщает наши эритроциты. Вы наверняка помните из школы, мы все это проходили. Эритроциты должны быть достаточно насыщены, потому что когда вот это анемия, цвет кожи у человека бледный, сосуды хрупкие, просто человек обескровленный, можно так сказать, на какое-то количество процентов. Чтобы этого не происходило, пожалуйста, спирулина. Вот женщинам, кстати, на заметку, менструальный цикл. Вы теряете там 200-250 грамм крови, кто-то может и больше, если там обильное месячное. Прекрасный продукт для восполнения ресурсов вашего организма. Не будет чувства слабости и разбитости во время месячных. Для молодых мамочек, или вернее тех девочек, которые вынашивают детей, прекрасный продукт питания, потому что здесь белок, который усваивается за 1 час. В сравнении с мясом, там 3-4 часа. Еще зависит от вашего состояния организма, от его готовности перерабатывать столь тяжелый продукт. У вас и так, допустим, там токсикоз или какие-то подобные вещи происходят, а еще дополнительная нагрузка, представляете? И плюс богат аминокислотный состав. Ни в одном мясе нет такого состава, как спирулиния. Представляете, какую закладку вы даете будущему ребенку? И своему организму помогаете, и ребенку. Одних аминокислот здесь 18 штук, не говоря уже о витаминах, которые столь необходимы ребенку вашему. Минералах, которые будут способствовать нормальному, своевременному и комфортному развитию, закладке нужных органов, систем в организме вашего малыша. В период лактации, пожалуйста, один из незаменимых продуктов. Вы можете употреблять зелень из хлорелы, люцерна. Очень полезный для этого продукт. Смотрите видео люцерни отдельно. 5-6 штук за один прием, не стесняйтесь кушать такую дозировку. Это водоросль, это ваше полноценное питание. Это конкретно дозировка, я сейчас сказал, для беременных женщин и кормящих матерей. Для всех остальных профилактическая дозировка 2-3 штуки утром, 2-3 вечером. Для оптимизации пищеварения того же. Опять же, это очень актуально для мамочек, которые недавно родили. Вопрос дисбактериоза у многих присутствует. Очень хорошо помогает восстанавливать микрофлору кишечную. Это не только для женщин, это для любого человека. Особенно у кого есть нагрузка на кишечник, у кого уже возраст подходит, как говорится. Нет такого понятия болезни возраста, есть понятие истощения ресурсов и интоксикации организма. Об этом тоже мы уже с вами говорили не раз. Что касается людей, которые живут далеко от моря и не могут позволить в свой ежедневный рацион включать морепродукты. Или хотя бы регулярно ими питаться. Тот же цинк, тот же йод. Для репродуктивной функции, понимаете, дорогие мужчины и дорогие женщины. Спирулина – это один из самых важных продуктов для питания репродуктивной системы, в конце концов. О ней каждому надо заботиться. Для тех людей, которые подолгу сидят за компьютером, очень хорошо снимают нагрузку с глаз. Сосудистое давление, то есть внутриглазное. Вечером ощущение, как будто песка в глаза насыпали. Воспаляется слизистая. Увеличиваются сосуды, лопаются сосуды, красные глаза. На третий день, друзья, почувствуйте, что такое спирулина. Очень хорошо все эти симптомы снимает. И опять же, для прогрессирующей близорукости и для катаракты. В комплексе с какой-то терапией спирулина незаменимый помощник. Для людей, у которых неблагоприятные условия труда. Работают на химических предприятиях, на атомных станциях, в шахтах. Спирулина – это тот продукт, который будет способен выводить из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Кадми, ртуть, стронций, цезий. Прекрасно с этим справляется. Еще в спирулине содержится уникальный пигмент фикациан, который является уникальным. Вообще на планете нет нигде, ни в каких растениях этого пигмента. Он способен приостанавливать развитие раковых клеток. Он способен предотвращать развитие злокачественных опухолей и проявление метастазов. Если у вас есть друзья, знакомые, родственники, у кого есть мамы, папы, у кого есть пожилые знакомые, пожалуйста, порекомендуйте спирулину. Потому что она, быть может, им сейчас, в данный момент, вот прям крайне необходима. Крайне необходимый продукт для людей с анорексией и булимией. Это продукт, который, единственный практически, который может спасти им жизнь. Понимаете, здесь полноценное питание в одном продукте. Здесь все есть. И витамины, минералы в хорошей концентрации. И аминокислоты, о которых мы говорили. Продукт просто будет незаменимым первым помощником. Для родителей, которые заботятся о здоровье своих детей. Для пожилых людей, у которых уже многие обменные процессы нарушены тотально. И уже есть какие-то накопившиеся патологии, уже долговременные. Улучшение цвета и функций кожи. Улучшение функций работы печени. Моторика кишечная. То есть восстановление микрофлоры, о котором я уже говорил. Для каждого человека, кто заботится о качественном питании. Кто знает, что питательные вещества это то, что у нас получает клетка. А не то, что мы кладем себе в тарелку, прожевываем, проглатываем и заполняем желудок. Для женщин, которые заботятся о своей красоте. Очень хорошие маски со спирулиной. Попробуйте один раз. Потом, как говорила моя знакомая, за уши будет не оттянуть. Ну, друзья, вкратце вот так вот.